МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Новина региона» с тудой Алины Милешанковой. Витаю вас сегодня у выпуску. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С добраченной миссией и подарунками Могилёв наведывает Международный жановший клуб. У областным центра урочиста открыли арку с творальником Могилёва. 200 юнаковых девчат России и Белоруссии. Могилёв примает спартакия до союзной державы Олимп. Визит с добраченной миссией Могилёв наведывает Международный жановший клуб. Ён объедновывает жонок-паслов, дипломатов и замежных процедуников в Белоруссии. У программе визита у дельниц клуба социальная установа в Могилёвской области. Их гости наведывают, зразумело, с подарунками и ласунками для выхованцов. Одным из объектов насыщенной программы жановшего клуба стал Могилёвский дом «Детяти». Это установа «Аховы здоровья» с громадским объединением сябруя не перший год. Жонки дипломатов и послов сустрелись с выхованцами. А у подарунок, окремя ласунков, передали детячую меблю, биолизну и текстиль для интерьера. Наведали они и группу социальной передышки. Это наша самая главная цель – заниматься благотворительностью. Мы очень рады, что мы можем чем-нибудь помочь. И сперва найти средства, а потом их так хорошо потратить. Клуб наш многонациональный. Очень много представителей разных государств. Но объединяет нас всех одно желание. И откроет, наверное, доброе сердце. Такая встреча означает у дельницы международного жановшего клуба еще и махчимость обмирковать новые проекты и инициативы. За более чем 400 годов, иснование, объединение, правило, сотни доброчинных и культурных подей. У областном центре урочиста открыли арку створальника Могилева, которую возводили у гонор 750-го года города. Будовали ее в память тех, кто прославлял Могилеву в разных ста годах. Подчас открытия монумента заклали капсулу с пожаданиями нащадкам. Идея узвядения арки, по словам старшини Гарвы Конкама Владимира Цумарова, народилась у творческих коллективах при формировании концепции оформления города и затверждении генерального плана его развития. И вось подяка усим, кто створал это складанное архитектурное и инженерное сбудование. Этим объектом мы указываем на дань уважения всем поколениям в течение 7,5 веков, которые формировали, сначала заложили, потом формировали и создавали наш город. Поэтому я хочу сказать спасибо всем, кто нес славу в любое время нашему любимому городу. Здесь полторы тысячи кубометров бетона, 45 тонн арматуры пошло сюда. Это на века. Наш прекрасный город расцветает с каждым днём. Лестница в Подниколье, я говорю, что она не хуже, чем в Версале и в Петербурге вышла. Это большой уклад всех жителей. Ну, а мы строители сделаем любую работу. Кульминация свята – закладка капсулы. Пожидание на шатком накированы литерально на коленях. Забетонировали послание створальники монумента и гоноровые гости. Это заложили для молодого поколения, который вскроет и скажет, какие были трудяги, вояки. Это всё сделали. И построили свой город Могилёв, который был разрушен, восстановили. И всё это сделали ради подрастающего поколения. Всё сделали, всё помогли, открыли. Для города большое, но красота. Сложно было работать? Ну, чуть-чуть, да, но с гранитом всегда сложно работать. Арка Створанника Могилёва стала еще одной визитовкой областного центра. Татьяна Сергійчик, Александр Тарасов. Новины регионы. Как вести поспеховый бизнес будут учить в райцентрах? Четыре города Могилёвской области. Это крича учаусом Стислав и Горки обрани пилотными для проекта, который реализует программу развития Организации Объединенных Наций в Беларуси, а финансует российский бок. В этих райцентрах створят бизнес-инкубаторы, эти учебные центры для предпринимательников. Головная мета – повысить занятость и самозанятость насильництва в малих и средних городах Беларуси. На реализацию проекта российский бок выдатковал 1 миллион долларов. В первую чергу программа накеревана на начинающих предпринимательников. Как сделать свой бизнес больше прибыльным, например, про интернет, вядомые спикеры бесплатно рассказали всем тикаунам в Могилёве. Один из заслухачков – студент БРУ Микита. В его планах распространять бизнес в одной из самых популярных сфер – IT. Я приобрел некоторое понимание, взгляд какой-то на предпринимательскую деятельность. Они взяли все и подытожили, что я сам видел, что-то слышал, где-то на работе я тоже работал, видел, как это организовывалось, но не понимал, почему это все так делалось. А тут прям все объяснили по полочкам, растолковали, что, как, где, зачем. Беларусь в последние несколько лет все больше и больше становится IT-страной. То есть очень много молодежи стремится в IT-сферу. И, наверное, больше всего таких бизнесов связаны с IT-сферой, либо, как говорится, около IT-сферы. Особенно этому способствовал указ президента, который принят был в декабре прошлого года, у расширения сферы деятельности парка высоких технологий. То есть это и блокчейн, и различные технологии финтех. Эксперты отзначают, молоть жадая реализовывать себя в биобизнесе. А лепого для практики 95% стартапов уперших в год перестают исновать. Спикеры рассказывают, о каких помылок можно позбегнуть. И каждый знаходит, что стекарысное для себе. Я как предприниматель хочу компанию, в которой работает, например, 100 человек. Ну, такая хорошая цель. С оборотом в миллион долларов. У Витебской и Могилевской областях обрали шесть пилотных городов, где бизнесу будут вычить. Четыре из них оказались и на Могилевшине. В городах Чауса и Кричеве мы создаем учебные классы для предпринимателей. То есть это площадки, куда смогут приходить люди, чтобы получить новые знания. Либо предприниматели, либо те, кто хочет начать свое дело. Там будут регулярно проводиться консультации, обучающие мероприятия. И в городе Горки, и в городе Мстиславль в рамках нашего проекта создаются новые центры поддержки предпринимательства. Проект дейничает три года, и после его завершения эксперты проанализуют выники и дадут рекомендации, как удосконалить систему поддержки предпринимательства в маленьких городах. Дарья Семянько, Кристина Кранкевич, Миколай Соболев, Новины региона. Областный центр принимает шестый молодежный форум Беларуси и России «Молодь за союзную державу». По сотне представников молодежных и детячих громадских объединений у двух держав, парламента, лидеры и промышцы республиканских конкурсов, обмеркнуть планы по региональным супрацовницам и поделиться опытом. Например, Борис Семянько, и множество мероприемств представят свою акцию «За дело». Могилё примает в спартакиаду союзная держава «Олимп». На протягу дня 200 юнаковых девчат из разных городов России и Беларуси соперничают на спортивных пляцоках. Гуляют в волейбол, хоккей и шахматы. Все лето «Дитячий Олимп» супал с часом проведения значной политичной падеи. Пятым форумом региону. Организаторы обецают у один зен гэтага тыдня объеднать две падеи. Пачауся «Олимп», як и патрабует агот значная спортивная падея. За яскравым шоу церемония открытя назирала большь тысячи болельщиков. Легкатлетичный манеж спортивного комплекса «Олимпиец» стал местом яднания двух сябровских народов. Россияне ехали на вас в Шалябинску и Ростову, беларусы с Бресту и Минску. Гэты тыдень яны проведуть разом на спортивных пляцоках и суместных вандровках по Могилёву. Очень хорошие впечатления, очень гостеприимные здесь люди, хорошо встретили, хорошие условия. Очень даже красивый город, пообщались с россиянами, очень общительные люди. Спартакиады союзной державы проходят сярод 12-13 годовых подлетков. С самой традицией проведения спортивного форума у братских народов уже 15 год. Спорт объединяет в данной ситуации нашу молодежь. И, конечно, здесь будут тоже сильнейшие, здесь будут победители. Но самое главное, что ребята вместе. Сонечная и довольно тёплая, чекается другая декада Костричника. По прогнозе синоптиков на тыдне у сярыднем до плюс 17 градусов. Антициклон будет вызначать характер надвора и на протягу ближайших дён. У сяроду, по прогнозе, переменная воблачность, без опадков, у ночи и раницей слабый туман. Ветер 3-8 метров за секунду. Температура поветра у день до плюс 18. В четверо-пятницу на 1 градус температура меньше, но всё равно складется довольно комфортное. Восинское надворье, кажется, синоптики. Будет переменная воблачность и до 17 со знаком плюс. И на выходные прогноз так само радует. Сноу плюс 18 и солнечно. Самые актуальные новины наши в области вы можете узнать на сайте нашей телерадиокомпании. Так само в группах и социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь о добрых вам настроях. До встречи!